Это Москва, детка! И там уже показывают видео, как собирать тревожный чемоданчик. В телеграм-каналах вовсю шутят, что так проходит 396-й день российской операции «Киев за три дня». МЧС страны-агрессора подробно показывают, как правильно собрать тревожный чемоданчик, смастерить марлевую повязку и даже что делать в случае химических и ядерных атак. А еще россиян призвали запастись водой и медикаментами. Очень надеемся, что москвичам эти навыки очень скоро пригодятся. Ведь не зря же жители Москвы и Московской области все чаще жалуются на полеты беспилотников. Российские телеграм-каналы сообщают, что почти все они кружат над домами возле нефтеперерабатывающих баз и других объектов. Первый подозрительный дрон обнаружили еще 10 марта над поселком Рогово под Москвой. На место даже вызвали полицейских, которым так и не удалось найти ни беспилотник, ни его оператора. С тех пор ситуация в Подмосковье повторяется практически регулярно. И вот на днях российские телеграм-каналы снова показали беспилотник, который упал в районе под названием «Новая Москва». Синий-желтый цвет и надпись «Слава Украине». В сети сообщают, что обломки находились примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна. Как это всегда бывает, за все приходит час расплаты. На России это уже поняли и очень-очень волнуются. Даже заповедные леса и парковые зоны начали активно рубить, чтобы размещать там системы противовоздушной обороны. И в Москве, и в Подмосковье. Издание «За Инсайдер» недавно обнародовало снимки и видео, на котором видны масштабы происходящего. Журналисты пишут, что из-за установки ПВО Москва практически лишилась заповедных парков и лесов. Больше всех пострадал парк-заповедник Лосиный остров, Московская сельхозакадемия имени Тимирязева и даже зоны, охраняемые ЮНЕСКО. Для военных нужд в условиях строжайшей секретности уничтожили огромный лесной массив на левом берегу Москвы-реки. То, что раньше было зеленым, стало лысым и было напичкано ракетами. А местные жители так возмущены, что не стесняются все это фотографировать, снимать на видео и выставлять прямо в сеть. В том числе военные объекты и системы обороны. Как говорится, «бог в помощь». В помощь Украине, конечно. На крайние меры Кремль идет не только у себя дома, но и на фронте. Недавно дефицит бронетехники заставил Минобороны РФ расконсервировать советские танки Т-34. Они настолько старые, что их приняли на вооружение в 1946 году. На деле металлолом. На словах российских пропагандистов «чудо техника». Военные эксперты не уверены, сможет ли Т-34 как-то пригодиться на фронте. Их место в музеях военной техники или на постаментах. Но не там-то было. За поребриком уже из постаментов начали снимать все, что раньше списали. Это видео с Ленинградской области засняли сами местные. На нем комментатор очень точно обозначает всю происходящую ситуацию. Как говорится, «какие вояки, такая и техника». Пи***ь, ребята, блядь. Пи***ь, блядь. Все, Катюши, пошли, короче. Подпишись на канал, поставь лайк и отреагируй комментарием под видео. Мы ценим обратную связь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.G.